Мы полагаем, что все карты в руках ЕС. И в результате именно Евросоюз будет диктовать условия. Тони Найман, Informa Global Markets. После того, как консерваторы не получили большинства голосов на выборах, и Англия оказалась в ситуации подвешенного парламента. Чего вы ожидаете от курса этой пары в краткосрочной перспективе? Во-первых, я хочу отметить, что ни одна из этих валют сейчас не пользуется популярностью. Мы видели, что разочарования результатами выборов в Англии были главным двигателем курса фунта. И, скорее всего, это окажет негативное влияние на курс валюты в краткосрочной перспективе. Это означает, что курс пары фунт-канадский доллар опустится до уровня 1,75. Такой уровень мы видели до публикации экзит-полов. После таких шоков – ещё один пример – это референдум по поводу Брексита. Как правило, основные потери приходятся на первые 24 часа. Поэтому мы не обязательно увидим начало нового нисходящего тренда после первичного снижения курса валюты на 4 цента. На самом деле, курс фунта уже сейчас немного стабилизировался. Этому способствовал тот факт, что консервативная партия Терезы Мэй станет первой партией, которая будет пытаться сформировать новое правительство. Пока что мы увидим много заголовков в прессе на эту тему, но я не думаю, что в краткосрочной перспективе курс пары опустится ниже уровня 1,70 или 1,6885 или 1,6770, а это 200-дневная скользащая средняя. Из-за внезапного снижения цен на нефть курс фунта повысился по отношению к канадскому доллару, чего вы ожидаете от курса этой пары в среднесрочной перспективе. В среднесрочной перспективе Брексит, несомненно, будет в центре внимания, и потенциально он может оказать негативное влияние на курс фунта. Многие считают, что из-за ситуации с подвешенным парламентом выход Англии из ЕС будет более мягким. Мы полагаем, что все карты в руках ЕС, и в результате именно Евросоюз будет диктовать условия. Конечно, слишком сильно наказывать Англию не в интересах Евросоюза. Но, тем не менее, мы считаем, что Англия должна будет в основном идти на компромиссы. И в ходе переговоров премьер-министр, предположительно, это будет Тереза Мэй, скорее всего, займёт не такую сильную позицию, учитывая отсутствие чёткого большинства в парламенте. Но, тем не менее, формирование большинства будет означать, что она смогла устранить беспокойство по поводу жёсткого Брексита, по крайней мере, внутри своей партии. Мы считаем, что текущая неуверенность станет причиной ослабления курса валюты. Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе курс пары достигнет отметки 1,65-1,67-70. Это вполне реалистичные цифры. При этом 1,75-1,78-50 – это потенциальные максимумы. Как вы считаете, что окажет самое сильное влияние на курс этой пары в долгосрочной перспективе? Мне не хочется повторять это снова, но, конечно же, Брексит окажет самое серьёзное влияние на курс этой пары. Кроме того, он повлияет и на экономику. В долгосрочной перспективе как раз и будут проходить соответствующие переговоры. Кроме того, мы полагаем, что стоит обратить внимание на позиции инвесторов на этом рынке. Для фунта чистые короткие позиции всё ещё преобладают. Эта тенденция наблюдается с середины апреля. И потенциально она может продлиться и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Возможно, курс пары фунт-канадский доллар сбалансируется, учитывая, что экономика Канады сейчас активно восстанавливается. И это подтверждает положительные данные рынка труда. И, конечно, напоследок я хотел бы упомянуть нефть, которая, несомненно, будет оказывать влияние на курс канадского доллара в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы не думаем, что цены на нефть вернутся к ранее зафиксированной отметке в 58 долларов в обозримом будущем. В результате курс канадского доллара снова может показать не лучшие результаты. Мы полагаем, что в долгосрочной перспективе произойдёт стабилизация курса на уровне 1, а именно на уровне 1,63 или 1,65. Спасибо за ваши комментарии. С вами был Джек Эверид. Смотрите свежий выпуск нашей программы в понедельник. Всего доброго.